Включать блондинку иногда очень даже удобно. И цвет волос здесь совершенно ни при чем. Достаточно надеть розовые очки и жить по своим правилам, вы понимаете о чем я. Вот только прописная истина гласит, незнание закона не освобождает от ответственности. Для наглядности, ловите одну реальную историю. В период с августа 2020 года по декабрь 2022 года 50-летняя жительница Гомеля на постоянной основе готовила информационные материалы с заведомо ложными сведениями и публиковала их в интернете. А также собирала, обрабатывала и отправляла фото, видео и аудио информацию для размещения на деструктивных ресурсах. Женщине было инкриминировано распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Беларусь, а также содействие экстремистской деятельности и назначено наказание в соответствии со статьей 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что такое экстремизм? На просторах интернета довольно доступное определение. Экстремизм – это приверженность к ранним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо содержанием или смыслом. А ведь порой за, казалось бы, простым действием, к примеру, бездумным постом в соцсети, стоит судьба человека. Как не перейти красную черту, выражая свое пусть даже несогласие с чем-то? И что говорит закон в отношении тех, кто эту черту перешел умышленно? Об этом будем говорить сегодня с экспертом программы, адвокатом юридической консультации советского района Гомеля, Гомельской областной коллегии адвокатов Анной Журавлевой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Анна, какие выводы были сделаны после 2020 года? В законодательстве также произошли изменения, не так ли? Да, действительно, после событий 2020 года в законодательстве появилось достаточно много статей, которые усилили ответственность за действия, которые так или иначе могут быть расценены как действия против национальной безопасности государства. За финансирование экстремистской деятельности. Также новая статья 361-4, это статья, которая предусматривает ответственность за вовлечение, вербовку в экстремистскую деятельность, а также иные действия, способствующие экстремистской деятельности. Участие в несанкционированных массовых мероприятиях сюда также относится? Да. В Уголовный кодекс введена новая статья, предусматривающая ответственность уголовную за повторную организацию и проведение несанкционированных мероприятий. Повторная – это значит, когда гражданин был два раза привлечен к административной ответственности и в последующем в течение года совершает новое административное правонарушение. Получается, что в данном случае уже может идти речь об уголовной ответственности. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 361. Примечание 4. Содействие экстремистской деятельности. Пункт 1. Вербовка, иное вовлечение лиц в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности, наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Пункт 2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Впереди нашу страну ждет важное событие, выборы президента. Это хочется, чтобы все прошло спокойно и мирно, и каждый мог сделать свой выбор, разумеется, в рамках действующего законодательства. Что касается избирательного кодекса, какие ключевые изменения произошли за последнее время? Выборы в Республике Беларусь строятся на принципах свободного, всеобщего, прямого, равного голосования. И данное голосование является тайным. Свободное – это то, что гражданин имеет право голосовать. Что касается изменений в избирательный кодекс, то действительно в 2023 году было достаточно много изменений внесено в избирательный кодекс, который уже несколько по-другому регулирует и устанавливает некоторые ограничения по вопросам участия и проведения выборов. Пожалуй, основной вопрос – все ли имеют право в нашей стране отдать свой голос? Право на участие в голосовании имеют граждане Республики Беларусь. Это что касается выборов президента Республики Беларусь, которые достигли 18-летнего возраста к дню голосования. И также, если, допустим, в день голосования гражданину исполняется 18 лет, то он также имеет право участвовать в голосовании. Также в избирательном кодексе внесены изменения по лицам, которые не имеют права принимать участие в выборах. Это лица, которые признаны судом недееспособными, а также лица, которые осуждены по приговору суда. Однако разрешено голосовать гражданам, которые, несмотря на то, что находятся под стражей, однако не признаны еще виновными. Какие правила поведения на избирательных участках сегодня установлены? Можем ли сказать, что они ужесточились? По-прежнему действуют правила, по которым на избирательный участок запрещено приходить в состояние алкогольного либо наркотического опьянения. За это предусмотрена административная ответственность. Также, если граждане будут оскорбительно приставать к гражданам, иным образом нарушать общественный порядок, предусмотрена ответственность за хулиганство. Это кодекс об административном правонарушении. Нельзя оскорблять должностных лиц, которые находятся на избирательном участке и осуществляют свою деятельность. Необходимо помнить, что и это введено, кстати, нормой в 23-м году, в статье 52 избирательного кодекса, где предусмотрена ответственность за производство фото и видеосъемки избирательных бюллетеней. Вот, кстати, об этом нельзя фотографировать и снимать видео заполненного бюллетеня или, в принципе, это делать запрещено на избирательном участке? На избирательном участке можно сделать селфи, фото себя, но при этом важно, чтобы избирательный бюллетень не попал в данную фотографию, поскольку запрещено снимать именно бюллетень. И за это предусмотрена ответственность статьей 10.6 Кодекса об административном правонарушении, где как наказание может быть назначено до 15 базовых величин штрафа. Если человек сделал фото или видео собственного бюллетеня, к примеру, тем самым нарушил закон, а также отправил это фото в некоторые экстремистские ресурсы, что здесь грозит и будет ли более суровым наказание? Здесь как раз-таки последует привлечение к уголовной ответственности по статье 361.4. Это вот иное содействие экстремистской деятельности. Всем членам избирательной комиссии разъяснено, что в случае обнаружения факта съемки бюллетеня они обязаны сообщить это сотруднику органов внутренних дел. И человек может быть привлечен к административной ответственности, составлен протокол, но если как-то гражданину удалось скрыть данный факт и впоследствии гражданин это фото разместит в своих социальных сетях, то здесь в данном случае все равно будет административная ответственность за те действия, которые запрещено делать. Если же это фото без обидного характера, собственное селфи, опять же, на избирательном участке, а экстремистские ресурсы подают это немножко в другом контексте? Чтобы наступила ответственность по уголовной статье, по статье, о которой я уже говорила, 361.4, иное содействие экстремистской деятельности, необходимо наличие умысла, то есть наличие вины в данном случае. И если у человека не было намерений, чтобы его публикацию какую-то разместили в экстремистских сетях, то есть он сам это не отправлял, он не способствовал, не предлагал это фото для распространения в экстремистских каналах, то ответственности, конечно же, не будет у гражданина, который это фото сделал и разместил. К слову, буквально недавно список запрещенных на территории Республики Беларусь печатных изданий пополнился. Туда добавили 35 наименований. В их содержании установлено наличие информационных сообщений, и материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Данный список размещен на сайте Министерства информации. Впрочем, там же можно посмотреть и другие названия каналов и ресурсов, признанных в нашей стране экстремистскими. Анна, насколько понимаю, этот список постоянно пополняется. Вот как уследить? Да, действительно, список постоянно пополняется, но он находится в открытом доступе, и здесь уже обязанность любого гражданина Республики Беларусь следить за тем, что находится в его социальных сетях. Поскольку количество лиц, привлекаемых к ответственности, к сожалению, по статье 19.11 Кодекса об административных правонарушениях, он не уменьшается, а такое ощущение, что увеличивается. И порой бывают случаи, действительно, когда гражданин оказывается в такой ситуации, что именно технологически тот, допустим, какой-то аккаунт, который раньше не был признан экстремистским, а на сегодняшний момент он является запрещенным, находится в открытом доступе в подписках у данного гражданина. И конструкция на сегодняшний момент закона об ответственности и судебная практика говорит о том, что если у гражданина этот аккаунт, который признан запрещенный, находится в открытом доступе, он доступен для его друзей, для других граждан, которые могут зайти на его аккаунт и посмотреть, и увидеть этот запрещенный ресурс, считается, что он его либо распространяет, либо хранит с целью распространения. Все зависит от обстоятельств конкретного дела. В общем-то, тут главный совет периодически все-таки просматривать и удалять аккаунты, которые могут вызвать подозрения. Что же грозит за перепосты с таких экстремистских ресурсов, каналов? Давайте напомним. Это ответственность по статье 19.11 Кодекса об административных правонарушениях. Если гражданин пересылает информацию с канала, который признан экстремистским, другому лицу, даже своему близкому родственнику, это является распространением запрещенной информации, за которую предусмотрена ответственность. Оскорбления от должностного лица. Такие случаи были и в 2020 году, и позже. Я уверена, что вы в своей адвокатской практике также не раз сталкивались с такими историями. Так понимаю, в этом отношении сегодня тоже закон ужесточил правила. Да, действительно, дело в том, что часто случаи, которые связаны не только с личным высказыванием каких-то оскорбительных фраз, опять же, связаны с действиями в социальной сети. Если, например, в некоторых социальных сетях вы ставите лайк, да, это знак понравилось какой-то публикации, и она автоматически размещается в вашей ленте, и эта публикация содержит какие-то высказывания, которые являются оскорбительными в отношении должностного лица, то в данном случае лицо, которое поставило лайк, которое, по сути, распространило эту информацию, будет нести ответственность за оскорбление должностного лица, предусмотрен уголовным кодексом Республики Беларусь. Не лишним будет совет юриста. Все же, как себя вести в этот важный период для нашей страны? Совет юриста достаточно прост. Необходимо соблюдать законодательство Республики Беларусь. Ну, пожалуй, это основное. Спасибо, Анна, за правовой ликбез. Удачи в делах. Спасибо, Екатерина. Жить в правовом государстве и ссылаться на незнание законов как минимум легкомысленно. Это уж точно никого не защитило от ответственности. Согласитесь, как все-таки важно вовремя снять розовые очки. Надеюсь, наша программа кому-то из вас в этом помогла. Сделайте правильные выводы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова